добрый день дорогие друзья в этом видео я расскажу вам как отбирать крипто монетки для торговли при этом изначально мы с вами договоримся что принцип отбора монет будет для спекулятивной торговли потому что если вы хотите инвестировать в криптовалюту на долгосрок ее держать то это совсем другая история значит итак на данный момент по мнению сайта coinmarketcap один из известнейших скажем так агрегаторов информации по криптовалютам в мире существует более 10 тысяч вот если мы посмотрим самый низ более 10 тысяч крипто монеток поэтому существует большая проблема и большой вопрос как же выбрать из такого огромного многообразия и чтобы зарабатывать на криптовалюта значит для начала конечно можно воспользоваться такими агрегаторами как coinmarketcap например то же время хотел вам напомнить что выбор монет очень сильно зависит конечно же от вашего алгоритма который вы будете использовать своей спекулятивной торговли то есть одно дело если вы торгуете монетками внутри дня другой вопрос если это среднесрочная торговля но как бы то ни было какие критерии важны и на что нужно обращать внимание значит в первую очередь на сайте coinmarketcap я бы смотрел вот на что обязательно у монеты важно капитализация то есть это вот на английском языке это marketcap capitalization также объем в сутки в 24 часа то есть чем больше тем лучше понятно и также очень важный момент это на каких биржах эта монета торгуется то есть если мы открутим немножко вниз не будем брать bitcoin ripple и так далее вот чуть пониже условно говоря возьмем там ну пускай даже там тот же стеллар или что-либо другое значит здесь я вам крайне рекомендую смотреть например рынки здесь вы можете увидеть на каких биржах монета торгуется то есть на каких какие биржи и их довольно таки много этих бирж сейчас также здесь прямо на coinmarketcap мы можем открыть в новой закладке и посмотрим что бирж сейчас больше трехсот 300 крипто бирж и практически все они не обладают никакой регуляции поэтому к выбору биржи нужно тоже относиться очень серьезно и поэтому когда вы выбрали монету скажем так по цене по объему а желательно чтобы объем в день у монеты был больше чем 2 лучше 5 биткоин в день то есть скажем так больше 100 лучше 200 тысяч долларов американских день чтобы она торговалась следующий шаг но вы должны посмотреть на какой бирже она торгуется среди известных бирж я бы обращал внимание на такие как binance kucoin bitfinex конечно huobi kraken полоникс и ряд еще других и мы на выборе бирж можем остановиться подробно в следующих наших видео значит после того как вы нашли интересную монету по объему вам также если вы хотите в ней скажем так разбираться я вам рекомендую почитать про сам проект то есть как бы вот вы можете посмотреть у того же стеллара например что это вообще такое вот посмотреть что за этим скрывается то какая фундаментальная составляющая вы можете почитать поразбираться посмотреть по каждой монете практически где разработчики об этом об этом данные предоставили поэтому фундаментал тоже крайне важен значит когда вы убедились в том что за этой монеты есть какое-то определенное будущее после этого вам нужно проверить если эта монета на тех биржах что я вам говорил и удобно ли вам на этих биржах торговать то есть условно говоря например если это будет вот bitfinex одна из старейших бирж то вам что здесь важно вам как минимум важен интерфейс этой бирже и очень важным является для спекулятивной торговли это возможность установки стоп-лоссов этой профит в первую очередь стоп-лоссов в зависимости от интерфейса биржа это может быть вот возможность поставить ордера типа OCO то есть один отменяет другой ведь вот подсказка может быть на русском языке или любом другом вы можете вот здесь выбрать какой язык вам ближе английский испанский турецкий английский и так далее русский значит выбирайте если вам bitfinex чем-то не нравится вы можете выбрать там binance kucoin например huobi и так далее то есть kraken тот же можно открыть и посмотреть то есть это крайне важный момент как я сказал стопы тэк профиты и сами биржи значит не забывайте также что после выбора биржи выбора ее удобства вам обязательно нужно проанализировать график этой монеты но в зависимости от того скажем так как вы какой алгоритм вы закладываете вашу сделку вы возможно будете рассматривать недельный график или дневной опять же зависит от стиля вашей торговли поэтому на это тоже стоит обращать пристальное внимание на крупные таймфреймы и посмотреть на график этой монеты если точки входа или нету после того как вы убедились что по вашему алгоритму точка входа на покупку например или продажи по данной монете существует как я сказал не забудьте поставить стоп лосс take profit ну а в самом конце конечно же не забудьте когда вы заработаете денег на монете соответствующие не забудьте вывести например на холодный кошелек вашу прибыль потому что часто бывает информация что биржи взламывают и криптовалюту воруют поэтому не забывайте про безопасность своих средств а это крайне важно и также в зависимости от того какая биржа у вас могут быть разные комиссии на вывод средств а на некоторых биржах может вообще не быть удобного скажем так интерфейса по выводу заработанной прибыли в реальный мир поэтому до того как вы откроете сделочку подумайте на один шаг вперед а именно подумайте над тем как вы будете заработанные деньги потом выводить а не держать это все постоянно на бирже это крайне важно поэтому вопрос холодных кошельков вопрос самих криптовалютных бирж мы рассмотрим с вами в дополнительных роликах если в этом кратком обзоре у вас остались определенные вопросы то напишите их в комментариях я подробно на них отвечу и мы можем на примере одного какого-либо дня сделать совместно с вами скажем так домашнюю работу для среднесрочной торговли по криптовалютам пишите свои комментарии участвуйте в обсуждении и мы сделаем с вами вместе очень подробный обзор спасибо за внимание до новых встреч в следующих видео удачи удачи